Друзья, всем доброе утречко. В этом видео покажу немножко комплекс, где мы живем. Давайте начну, знаете, вот с самого красивого. Это верхний этаж. И у нас здесь, на 59 этаже, есть бассейн. Смотрите, как здесь круто. Решил вначале себя не показывать, а показать что-то красивое. Смотрите, как офигенно здесь. Сейчас вот просто одним кадром, чтобы был у вас эффект присутствия. Также на 59 этаже у нас есть душ. Женский мужской туалет. Есть джакузи. Смотрите, какие здесь офигенные виды. Это просто, ну, я не знаю. Я когда это увидел, я просто офигел, честное слово. Единственное, например, здесь, например, внизу ветра нет, наверху, и чаще всего может быть ветер. Вот сейчас вот легкий-легкий ветерок есть. Можно даже немножко задувать микрофон. Но он теплый. Вот, он не холодный. И здесь, знаете, очень приятно находиться. И немножко пройдусь в другую зону. Смотрите, как круто. Напишите, как вам. Это все, например, у кого здесь, ну, кто арендует квартиру, кто купил здесь квартиру, это все входит в стоимость квартиры. Пользование вот этой территорией. А пользоваться тут можно много чем. Есть бассейн на крыше. На 59 этаже, по-моему, есть еще на 35 этаже бассейн с сауной. Давайте мы сейчас, знаете, что сделаем? Спустимся на этаж ниже, в другой бассейн с сауной. Дополнительно у нас, смотрите, здесь на 59 этаже есть такая зона. Минимальный набор тренажеров. Отдельно здесь еще тренажерный зал. А это комната, знаете, ну, например, если у вас здесь небольшая квартирка, то и вам надо где-то там поработать, посидеть, либо с кем-то встретиться. Вот, можно пользоваться этой зоной. Эта зона здесь просто гигантская. Сейчас я вот пройдусь. Красивейшие, красивейшие виды. Хочу сказать, на Бангкок, на Паттайю. Потом есть бильярдные столы. Сейчас они закрыты, но сейчас уже солнышко сядет, это все дело откроется. Ну, я не знаю, я видел, что люди здесь постоянно играют в бильярд. Либо нужно кому-то подходить, я еще не уточнил. Есть теннисный стол. Вот такая зона для работы, либо просто с кем-то встретиться, поиграть в бильярд. Например, с женой. Спускаемся вниз. Следующий этаж. Это у нас сороковой этаж. Смотрите, как здесь офигенно. Закрытые беседки. Сейчас, например, здесь пусто. Есть такая беседка. И здесь тоже есть бассейн. Получается, в самом комплексе три бассейна. И еще есть один бассейн внизу. Я снимаю одним кадром. Вот смотрите, как эта зона выглядит. Цветы, пальмы. Поднимаемся. И смотрите, как здесь круто. Есть такой вот водный массаж. Опять вид на Паттайю. Комплекс у нас огромный. Людей живет много, но при этом, смотрите, вот я захожу. Есть свободные лежаки. Люди здесь рассеиваются по всему комплексу. И вот столпотворений здесь не наблюдается. Дальше у нас есть еще бассейн с сауной. Тоже находится на высоком этаже. Напишите, как вам, какие вот впечатления. Я вначале просто ходил. Я не снимал. Надо было первые эмоции мои снимать. Потому что, честно сказать, я вижу такое в первый раз. Очень красивые бассейны. Ну, у нас был, по-моему, один раз на крыше, когда мы приезжали в Дубай. Но он как-то не такой был. Здесь, вы знаете, вот эти бассейны, они так плавно сливаются с небом, с морем. И очень красиво. Сейчас мы приехали на 30-й этаж. Смотрите, как здесь на 30-м этаже. Здесь получается бассейн с теньком. Если светит солнышко. Вот здесь вот можно поставить лежачок. Вот люди ставят здесь лежаки. И просто здесь полежать. Смотрите, какие крутые виды. Ну, бассейны просто крутые. Смотрите, как они сливаются с морем. Золотая плиточка. Все, как я люблю. Напишите, кто любит золотую плиточку, поставьте плюсик. Дальше. Здесь у нас находится, ну, на каждом этаже, где бассейны, есть санузлы. Есть прям вообще отдельный золотой бассейн. Здесь у нас, а, или это детский, или это зона джакузи тоже. Сейчас непонятно. И здесь у нас находится сауна. Я уже не буду заходить, короче, тут, смотрите, люди парятся. Здесь стекло, и вы паритесь с видом на Паттайю. Смотрите, как круто. Напишите, как вам. Я просто, когда увидел это, я не думал, что в Таилан. У меня как-то Таиланд вообще с другим ассоциировался. Но, когда я сюда приехал, я просто немножечко подофигел. Вот так вот скажу прямо. Насколько круто. Давайте я сейчас пройдусь в другую сторону. Так, сразу скажу, плитка может быть скользковатая, а вот здесь вот специальная дорожка есть, чтобы не скользило ничего. Смотрите, как круто. Вот в таком комплексе мы живем. Сейчас спустимся вниз и покажу вам, что вообще происходит у нас внизу. Спустимся на землю, как говорится. Мы спустились на первый этаж. Так, это наш холл. То есть, короче, все работает. Смотрите, барные стойки. Можно вот выйти, ну или гости пришли кофе заказать. Есть охрана на входе, я уже говорил. То есть, тут прям, ну, комплекс прям под таким пристальным вниманием. И видно, вот люди приезжают. Есть такие, знаете, закрытые столики. Сидят, работают. Смотрите, бассейн здесь без подогрева. Ну, в принципе, тут и так жарко. Зачем его подогревать? Поэтому водичка здесь освежающая. Потому что, ну, сейчас, скажем, такая вот переменная облачность, то небо затянуто, то иногда не затянуто. Но это очень хорошо. Потому что если под палящим солнцем постоянно находиться, то можно прям загореть очень сильно. А мы, в принципе, недавно приехали, поэтому нам нежелательно. Если иногда есть облачка, то очень хорошо. Ветерок теплый. Короче, все по погоде супер. Диана только что ходила здесь в сауну, посмотрела. Крутая сауна. Сейчас я пойду покажу. Я впервые увидела сауну. Вот я не знаю, правда, это сауна или баня с каким-то паром. Короче, это помещение с окнами и окна в сад. Очень красиво. Здесь есть много таких разных зон. Скажем, это детская зона. Вот видите, есть тенек. И сейчас мы идем в сауну. Диана сказала, что сауна разделена на две части. И женская часть, и есть мужская часть. Причем вот так. Это у нас леди. Смотрите, мужскую часть показываю. Душ. Потом здесь у нас переодевалки. Смотрите, все как сделано. Красиво. Все в золоте. Потом здесь, то есть вы сами включаете. О, уже прогревается. Потому что Диана только заходила, было 32 градуса. Получается, это у нас, короче, такая как финская баня. Правильно называется. Причем, смотрите, она тут не маленькая. Много людей поместится. И догревается она быстро. С видом в сад. Смотрите, как круто, да? И так же есть хамам. Получается, такая вот паровая. Как в мужской стороне, так и в женской стороне. Все работает. Вот сейчас вот комплекс функционирует на полную катушку. Вот так вот, скажем. Людей много, то есть, видите, не пусто. Люди, короче, сюда приезжают, как на дачу, как понял. В принципе, тут сказали, и квартиры прям не такие гигантские. То есть, ты приехал, и основную часть времени ты проводишь на улице. Давай руку. У нас есть бар возле бассейна. Давайте сейчас покажу быстренько цену. Ну, здесь в основном делают соки. Ну, в принципе, тут все делают. Вот коктейли. Делают супы. Есть мороженое. А ресторан пол-меню. Давайте посмотрим, какие здесь цены. Итак, смотрите, в принципе, завтрак, что 90 бат. А сейчас у нас курс примерно 3,60. Ой, 36 бат. Это один доллар. Ну, скажем так, в районе там 5-6 долларов. Завтрак. Потом всякие салатики по 159 бат. Короче, меньше 5 баксов. Потом сэндвичи перекусить по 150 бат. Короче, много-много разных блюд. Тут вот по 150 бат. Это примерно вот по 4 баксов стоит. Итак, мы с Дашей приехали сейчас на четвертый этаж. Здесь у нас находится паркинг. И находится спортзал. Вот он паркинг. Ну, я уже не буду заходить. Вроде бы и так все понятно. И давайте посмотрим спортзал. Смотрите, какого-то там цинкер, капелька. Здесь беговые дорожки. Здесь после того, как побегали, можно выйти покурить. Это одна часть зала. В принципе, комплекс, я вам скажу так, очень грамотно сделан. Потому что номеров здесь огромное количество. Этажей, я уже забыл, сколько там, 59 этажей. Но все поделено по зонам. Даже бассейн поделен по зонам. И людей очень много. И они как-то друг другу здесь не мешаются. То есть все грамотно сделано. Саун несколько. Поэтому, ну, короче, никто никому не мешается. Нету какого-то хаоса. Вот. Поэтому очень классно. Потом. Давайте сейчас покажу так издалека эту зону. Здесь даже дядя сказал, можно Даше позаниматься. Ну, смотри. Нужно упражнение делать правильно. Для этого нужен тренер. Чтобы он тебя научил. А потом ты сама сможешь это делать без тренера. Понравился зал? Мы сейчас дальше выйдем на улицу. Ну, мы и так на улице. А сейчас выйдем на проезжую улицу. Здесь есть и такой, этот, мопедик. Там флаги всех стран. И он, по-моему, еще что-то продает. Еще Таиланд славится проводами. Кому-то это не нравится, а кто-то, наоборот, говорит, я так соскучился за этими проводами. То есть, их тут огромнейшее количество. Это прям фишка Таиланда. Очень много проводов. Люди, когда уезжают, вот мне рассказывали. Говорят, я сижу в холоде. Я, говорит, так даже скучился за этими проводами. Которые тут напутанные, висят на столбах. Ну, в общем, Таиланд, знаете, вот на фотографиях одно. Сюда надо приехать, и его надо прочувствовать. Если вам понравится, то вы в него влюбитесь. И захотите проводить здесь очень много времени. Люди вот по три месяца тут проводят. А кто-то вообще переезжает и работает здесь. А кому-то не нравится. Мы сейчас идем в магазин 7-11. Таиланд, купим мороженка. Ну, здесь он такой маленький, здесь и все есть. Даша, как мороженое вкусное? Это какое-то необычное. Понравилось? Это болидное? Непонятно. Есть аминьевика, аминьев. Это вкусно. Это вкусные жевики, болиды и голубики, и голубики. Как раз, смотрите, видно наш комплекс со стороны. Мы, получается, были на верхнем этаже, были на 30-м этаже. Вот бассейн. И потом спустились в самый низ. Вот эта площадка находится прямо возле нашего комплекса. Все, Даша пошла играться. Я ее буду выручать. Доедать ее мороженое, потому что он очень быстротает. Субтитры сделал DimaTorzok Мы зашли на рыночек. Сейчас купим какой-то еды. Это, будешь смузи, выбирай. Вот смотри, знаешь, какие классные? Вот такие вот, с морковью, сказали. Так, вот такие вот по 25 бат. Такие вкусные. Будешь? А хочешь с драконьим фруктом? Будешь? Они сейчас только-только открываются. Здесь очень много людей. Будут уже ближе к вечеру, когда солнце сядет. Так, что в 7 вечера он будет просто заполнен. Этот рынок будет все переполнено. Вот смотрите, что я куплю. Получается, я сказал, рис с курицей. И вот они, место у них. И лапшу тоже с курицей заказал. Вон они там это все делают. И я это вот отнесу домой попробую. Тоже готовят здесь супы, смотрю. Вот рис, получается, сколько стоит? 60 бат. И лапша тоже стоит 60 бат. Получается 120 бат всего. При мне они все нарезают. Все обжаривают. Короче, порции здесь очень большие. Поэтому, например, если берете суп, закажите лучше одну порцию. Ее хватит на двоих. Вот по поводу нашего комплекса. Смотрите, где узнавать актуальные цены. Вот я оставляю сайт Royal Property. Вот они нам предоставили эти апартаменты. Короче, комплекс реально крутой. Мы еще как бы смотрим параллельно много других комплексов. В общем, ну, очень классное, продуманное здесь жилье. Поэтому, если у кого есть вопросы по недвижимости, можете у них спрашивать. Там ссылка под видео. Там есть контакты. Потому что, например, цены на аренду, они тоже меняются. Сегодня одна цена, завтра другая цена. Поэтому все актуальные цены, кому интересны, напишите и спросите. И по поводу покупки, и по поводу аренды. Уже готовят мне рис. В принципе, все то же самое. Но здесь они, знаете, даже как-то то ли я к острому привык. Я ему говорю, сделайте острое. Ем. А оно как-то, ну, как бы остренькое. Ну, так, не прямо обжигаю. Ну, что, я все купил. Смотрите, взял рис, лапшу, купил еще отдельно огурцы. Вот такие помидоры. Просто дети любят очень огурцы. Чисто так вот, в чистом виде порезанные тут. И взял еще ананас. Все вышло, 170 бат. Это получается, ну, если в долларах, 4,70 доллара. Аня проснулась. Я тебе купил огурчики. Будешь огурчики? С помидоркой. Класс. Вот. А еще купил рис и купил лапшу. Вот такая вот красота. Еще фрукты. Ну, в принципе, у нас фруктов дома много. Это я так взял нарезанную ананас. Не важно, не больше. Хватит, хватит, хватит. Хватит, хватит. Как лапша? Ну, мне нравится. Я знаю, не всем нравится тайская еда. Мне лично нравится. Ну, Даша, надо спрашивать. На первый раз. Даша, тебе нравится такая еда? Вкусно? Ну, да? Субтитры создавал DimaTorzok На этой прекрасной ноте буду уже заканчивать видео, показали вам немножечко наш комплекс, напишите как вам, ну и честно сказать мне показалось очень классно, все понравилось здесь. На этой прекрасной ноте буду заканчивать видео, желаю всем счастья, здоровья всего самого хорошего, самое главное мир и всего вам самого лучшего, спасибо что смотрите, подписывайтесь на канал если не подписаны, желаю каждому квартиру возле моря. Всем пока!